Резюмируя наш разговор, все-таки хочется, чтобы вы напомнили вашим согражданам, о которых могут мобилизировать, каким образом все-таки этого можно и нужно избежать. Даже Владимир Зеленский, президент Украины, обращался именно к тем, кого могут мобилизировать с просьбой не делать этого, всячески избегать этой истории. Но если уже вы попали, если вас уже привезли, если воевать, сдавайтесь в плен. Украина придерживается Женевской конвенции, поэтому трехразовое питание, связь с родными и так далее, все это обеспечим. А теперь советы от Максима Каца, как все-таки избежать принудительной, частичной мобилизации. Есть универсальный абсолютно совет для всех работающих. Не приближайтесь к военкомату на пушечный просто выстрел, ни при каких обстоятельствах. Повестку вы получили, открытка вам пришла в почтовый ящик. Вы представляете, они открытками мобилизацию проводят. Открытка? Они кидают неименные. Да, они кидают неименные открытки. Ну, не открытки прямо, а бумажки. Они кидают неименные бумажки в ящик. Проживающий в квартире такой-то, и даже номера квартиры нет. Просто, уважаемый гражданин, надлежит вам прибыть завтра в 6 утра в военкомат. И люди идут. Если вам пришла какая-то фигня в ящик, если вам пришла повестка, которую вы подписали, если к вам пришел мент и ругается, просто ваша главная задача – не подходить к военкомату. Военкомат сейчас – это такая сеть большая. Он ловит всех, кто вокруг него, сетью мужиков и отправляет их на войну. Вы не окажетесь рядом, вас в сеть не поймают. Вы плывете, за вами лично бегать не будут. У военкомата нет желания кого-то лично поймать. Ему нужно цифры обеспечить. Поэтому ни в коем случае туда не ходите. Придут к вам, прячьтесь. Ну, это же известная история от советской армии, как и в российской в начале 90-х. Ну, известно же было, как. Открывают там дверь, жена, говорят, никого нет. В это время ты там куда-то перемещаешься в соседнюю квартиру через балкон. Это истории, которые из поколения в поколение в России передаются и находятся в крови у людей, в российскую, в советскую армию, нельзя попадать. А уж тем более в нее нельзя попадать во время войны. Вас там просто убьют, вы не вернетесь оттуда. Те люди, которые думают, что они как-то пронесет, вот они поедут на какие-то учения, если вас забрали, вы не вернетесь уже тем человеком, которым вы уехали. Вот отец из семьи уехал, уже отца не будет. Даже если вернется в полной комплекции конечностей, что совершенно не факт, может вернуться без рук или ног. Но если даже вернется здоровый физический, будут психологические травмы, он уже не будет тем человеком, который был. Надо сделать все возможное, чтобы избежать попадания в инкоматы, попадания на фронт. Убегайте при любых условиях, не подходите туда. Значит, это те индивидуальные стратегии, которые сейчас можно предпринять. Ну и нужно ждать момента, когда мы сможем использовать коллективные какие-то стратегии, для того, чтобы просто это все прекратилось. Мобилизация – это безумная война абсолютно, которая ни зачем не нужна, а в ней нет ничего, никаких целей, которые Россия бы достигала этого. Она не оборонительная, она наступательная, она захватническая. Захватывать собираются территории, которые не хотят присоединяться к России совершенно. Это силой пытаются. Эти люди в этих местах будут святами встречать украинскую армию, а не российскую. Они уже ждут, очень сильно ждут украинскую армию. Конечно, это захватническая война, в которой нельзя участвовать ни по моральным соображениям, ни по индивидуальным соображениям. Поэтому надо сделать все, чтобы избежать. Кто может уехать, конечно, уезжайте. Кто не может уехать, оставайтесь, но избегайте, не живите по прописке, если можете. Если живете, не открывайте дверь, не подписывайте повестку. Вдруг подписали повестку, ни в коем случае не идите в военкомат. А что касается Совета Зеленского, они хорошие в принципе, но вы просто должны понимать, что если вы вдруг попадете на фронт, если вы россиянин попали на фронт в плен, вы не сдадитесь. Потому что современная война – это не как в каком-то там Средневековье, когда армии встречаются и все такое. Вы до фронта-то не доедете, вам Химарс попадет задолго до того, как вы туда приедете. А с Химарсом вы не договоритесь о сдаче в плен. Поэтому вы не попадете в плен, и нельзя будет сдастся в плен. Поэтому туда лучше просто не попадать. Ну и, конечно, я не знаю уж, кто нас там смотрит, но мне кажется, россиян, которые хотят избежать призыва, нужно пропускать через границы. Ну, правда, тут обращение, конечно, скорее к Финляндии, Латвии и Эстонии, которые вряд ли смотрят этот наш эфир. Но я не понимаю, как можно называть это туризмом, когда люди бегут от призыва на войну, а вы их не пускаете, потому что говорите, что они туристы. Что это такое? Да, кстати, по поводу, вот опять-таки, сдачи в плен. Есть в интернете, там есть инструкция, и там есть телефоны. То есть если вас уже призвали, то можно позвонить, набрать. Такая система тоже есть. Да, я видел, кстати, ролик выпустили довольно убедительный, но... Ну и такое есть. В интернете даже вот есть, даже снято, ребята снимают, как правда к ним обращаются, ну потому что призывники, особенно ребята. Понятно, что если уж попал на фронт, то это лучший выход. Но, к сожалению, он мало кому будет доступен. То есть не надо думать, что вы сейчас там пойдете в военкомат, вас куда-то отправят, и в крайнем случае просто сдадитесь в плен. У вас шансы сдаться в плен, но процентов 5. Не нужно, даже если вы захотите, то есть не нужно думать, что это для вас выход. Просто не попадайте туда, в эту арку. Максим, ну еще же ужесточили криминальную ответственность за неявку в военкомат, за отказ от службы. Это иллюзия. За неявку в военкомат нет ответственности. 3000 рублей штраф. И то еще первый раз предупреждение. Если не явилось по повестке, то первый раз предупреждение, второй раз штраф, а потом могут уголовное дело открыть в теории. По третьему разу. До третьего раза еще то ли ишах, то ли поддешах, то ли еще чего, то ли как там, то ли ишах, то ли поддешах, то ли вообще, неизвестно, что будет. Пока там третий раз будет, уже вы не будете нужны никому. Поэтому не надо бояться уголовной ответственности за неявку. За неявку ничего нет. Вот если призвали уже, забрили, убежать, это да, там серьезная уголовная ответственность. Но даже это лучше, чем попасть на фронт. Пока будут разбираться, пока еще там будет дело, пока вас поймают, найдут. Уже вся война кончится и законы эти все отменят. Поэтому это все равно... Очень бы хотелось в это верить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова